Девушки отдыхают 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 что справа, так и он 3 грамма пользы принес. Но в бою похоже, что он чуть больше, чем полностью бесполезен. Повзрывались все мои гранаты, убив максимум одного бомжа каждая. Что значит полный отстой, потому что бомжей тут, судя по всему, просто немерено. Придется играть мне хэви-метал в соло на своем дробовике, потому что нига умеет только рыповать. Ну что ж, смотри, маленький негритенок, что изобретали белые люди, пока вы всем племенем гадали, как открывается кокос. Черт, они вообще на меня не бегут. В горло застрелил эту бомжиху, она пытается ползти, но тщетно. Следующий пассажир поезда. Счастливое будущее. Опа-на. Приголубил ее своей водопроводной трубой, но, блядь, она накинула... Она просто спамит, я даже не знаю, что делать. Она наносит два удара, после чего хватает меня, собственно, своими обосранными руками. Главный герой не может ее отпихнуть. У меня нет ухилки. Непонятно, ударом кулака я оторвал ей руку. Видимо, Джоэл борец вообще нихреновый. Не знаю, как я попал в хэдашник. Наверное, рядом пуля пролетала, да зацепила шальная. Как говорится, пуля дура, водосточная труба, молодец. Можешь идти в рукопашную. Так, ну что? Зомби там, зомби тут. От них бежать напрасный труд. Камон, сучка, выходи последняя. Выходи честно, по-богатырски грудь в грудь биться. У меня вообще жизни. У меня жизни у самого. Я уже практически мертвый. Я сам имею статус зомби, потому что у меня две палочки здоровья. Это значит, что я практически сдох. Последняя зомби. Это, видимо, альфа-самка. Она невероятно умна. Видимо, женщины умнеют после смерти. Реально, она подкараулила меня. Подкараулила и хотела мне втащить. Я впервые вижу такую смекалистость. Не понял, что сейчас сказал. Какой парой фраз они перебросились, потому что я с удивлением только сейчас обнаружил, что маленький негритенок уже умеет разговаривать. Так, лезвие. Ну здесь ничего нет. О, шестереночки. Странно. Такой огромный ход с блока. Здесь практически... Мне надо что-то, чтобы скрафтить хилку, потому что я сейчас отъеду, походу, в ближайшее время. Мне не хватает немножко алкоголя на то, чтобы полечиться. Чича, искать. Ищи. Дай ему понюхать бутылку. Может, он возьмет след. Хрена узнает, что умеют эти черные патроны на револьвер. Но это совсем не то, что... О, банка ананасов. Съем ее, пока Нига не видит, чтобы не делиться. А вот там они гнали мед. Я все-таки уверен, что они гнали мед. Так, где мой коротыш? Коротыш наше все. У него есть хотя бы два дробович... Дробовичевых патрона. Что позволяет хоть немножко отбросить от себя наступающие орды. Что тут? Ничего нет? Даже шоколадка под подушкой никто не держал. Не хрустел ночью чипсами под одеялом. Черт, нихрена подобного. Отстойно, чуваки, отстойно. Лечиться нечем. Крафтить нечем. Вот, я вижу, что-то лежит. Нет места. Что это такое? Для порошка нет места, для стирального. Но, блядь, зачем-то в крафте... В крафте бомбы участвуют ножницы, непонятно. Ну, дымовые бомбы кидать, по-моему, вообще не было смысла в поединке с бомжами. Потому что они... Ну, я думаю, ищут тебя почти что на запах. Так, давайте посмотрим место, где они варили мед. Вот он, варщик. Видимо, все-таки что-то напутал. А здесь же и детская. А, еще один варщик. Трилобиты завелись уже здесь. Так, я вижу... Ох ты, смотрите. Похоже на школьный класс. Почему они погибли? Тебе-то откуда знать? Ты что, в школе был, что ли? Я все равно не знаю, сынок. Они заслужили лучшую долю. Сынок, найди мне срочно алкоголь, а потому что... Я... Я не то, что хочу выпить, я хочу полечиться. У меня тряпок до хрена. О. Кто-то мылся в душе в одежде. Либо он пытался за шторкой спрятаться, когда сюда ворвались зомбари. Непонятно. Так, здесь полно мертвых, которые, слава богу, не воскресли. А, и в этой игре, конечно, не хватает скримеров. Похоже, что было много людей, в смысле. Похоже на то. Конечно. Я только вон убил 10 человек в коридоре. О, уже скрафченная пушка лежит на полу. Ничего себе. У них была эта имба-дубина, и они не отбились. Настоящие отстойники. Пойдем, Чича. Нам пора идти дальше. Я уже скучаю по Элле. Она, во-первых, разговорчивая. Во-вторых, прикольнее, чем ты. В-третьих, она девочка. С девочками всегда... Опа, опа. Вот она. Я знал, что здесь что-то такое должно быть спрятано. В отличие от маленького негритенка, девочки, это мимими. Это няшечки. А он нет. Заберите уголечек, отдайте няшечку. А я уже думал, ребенок лежит. Нет, конечно же. Мертвый младенец. Это было бы слишком жестоко, наверное, для этой игры. Видим, что они учили алфавит. И ранние картины экспрессионизма. Что это у нас? Детский рисунок. Иш. Дэнни. Иш. Наши защитники. Да. Наши защитники братья Березутки. Надо было написать на них. Как-то больше похоже. Такие же круглоголовые. Можешь опустить эту лестницу? Да. Ну, полезай тогда. Мне кажется, что ты должен залезать по отвесной стене просто как Спайдермен. Твои предки веками куда-то лазили за едой. На деревья. Главный герой не предупреждает негритенка, чтобы он был осторожен. Потому что он заботится только об Элли. Что очень мудро с его стороны. Вот так. Молодчина. Что вот так это делается, да? Вот так опускаются лестницы. Ну что ж, сюда бомжи попасть не могли, но... Это Элли? Они спорами. Скорей. Элли, как обычно, кого-то хренасосит там во всю горло. Джоэл, это они. Да. Слава богу. Вы что, нам паровоз ведете? Работал там. Вот ты, блядь. Ребите, их слишком много. Верю, верю, оборачиваться даже ссыкотно. Ну, встать куда что-нибудь. Может, вместе толкнуть? Ну да, можете вместе толкнуть ты и твой маленький. Чёрный помощник Санта-Клауса. Сэм! Он прополз туда! Он что? Учись у него... Сэм, ты что творишь? Учись у него догадливости, маленькая женщина. Поторопись! Откройте дверь, я сожгу свою ходу. Все наверх! Живей! Блядь, я мог бы их нагнуть и собрать лут. Элли... Хотел спросить, Элли, тебя не укусили, так и у Элли иммунитет. Если кого и надо спрашивать, то большого шоколадного. Ты будешь большое шоколадное чудо-молоко, а это будет маленький чудо-коктейльчик. Шоколадный. Коктейль Молотова готовый стоит. Ничего себе. Не открывается! Подсади меня, я пролезу через окно. У девочек жопа толще, чем у мальчиков. Смотри, не застряй. Попробуй её открыть! Пропусти лучше чичмана туда. Залезай с ним. Ты тут не останешься. А как же ты? А мы останемся, блядь. Логика. Лезь. Давай. Давай. Давай просто выстрелим из дробовика в замок и выйдем. Готов ты! Чёрт! Начинаем! Борись с ними, Нига. Борись! Бей их! Кидай их в костёр! Кидай в костёр их! Толкай их в огонь! Что, они не загораются, что ли? Нет, Нигритос просто не умеет это делать. Вон она, загорелась. Хэтшот! Щелкуны, сука, опасны. Давай, давай, давай. Это обычный. Господи, выстрелит ему в голову косорукий. Где лут? Где патроны? Ни одного патрона не выпало с такой пачки мобов. Это жесть. Следующую волну нам нечем встречать. Открыто! Пошли! Ну так давай, чё ты стоишь-то? Быстрей! Ну давай! Вы ещё дорогу друг другу поуступайте. Это знаменитое американское правило, чёрные вперёд. Вы издеваетесь, что ли? Осторожно, внутри заражённые. Не открывать. И где башня? Вы рядом. Всё, пошли. Странно, что негры выжили в этой потасовке. Я думал, мы будем путешествовать вдвоём. Эй, милки, ты в порядке? Чуть не подохли, а? Подохли. Погибли, ёпта. Ну хотя, откуда вам... Откуда вам знать язык культурных людей? Эй, смотрите! Вот она! А я что говорил? Теперь бы подобраться. Что-то она ближе не становится. А ты как, держишься пока? Нормально, ты как душ. Пока шла с Генри, сама прибила пару заражённых. Можешь иной гордиться? Обязательно. Да. Лучше бы ты из школы пятёрки носила. Интересно, а как тут было до эпидемии? Даже представить не могу. Так. Ножик, бумажка. Будет чем подтереться. Какая кровать, ёпта. Они ногами об неё не бились тут, внизу. Ну а на кровать в спальню ребёнка им, походу, денег уже не хватило. Он спал тупо на матрасе. Записка о грабителях. Я, кстати, так и не нашёл тайник с Красным Крестом. Опять ночь, опять стрельба. В окне Карсенов видны вспышки. Мы собрались всей семьёй. В одной комнате и просидели так до утра. Никто не мог уснуть. Понятно, что рано или поздно грабители доберутся и до нас. Надо уходить. Снова приходил тот тощий парень. Выменял у нас еды на патроны. И предложил перебраться в его логово. Сказал, что оно хорошо спрятано. Его легко оборонять. А ещё сказал, что доверяет мне только потому, что со мной дети. Думаю, нам незачем здесь оставаться. Вероятно, это был Иш. Идея оказалась неизлучной. Да. Вот из лучшей всяких Ишаков, блин. Какие вот эти ванны всё-таки у них с поднятой спинкой. Вот у них мудро сконструировано. А у нас спинка на том же уровне, что и эта хрень. О, да. Ещё как. У нас в ванне не забалдеешь. А как вы познакомились? Моя подруга Марлин попросила его взять у меня к цикадам. Вроде неплохо ларить. Ну да. Теперь я им помыкаю. Что ты там помыкаешь? Ну-ка пошла, чужую посуду помыла. Время от времени бабу надо заставлять мыть посуду, даже если это не требуется. Ну, чтобы навык не теряла. Помыкает она. Сейчас помыкнёшь мне тут. Ишь, чё удумали. Ещё в игре мне это вот не хватало. Так, надо чё-то скрафтить, наверное. Да, скрафтил, блядь. Обосраться просто. Что, мы идём дальше или что? Или мы в этом доме решили поселиться? Ай, ну у вас уже... А, это вы здесь? А чё вы за мной оба ходите? Вы меня преследуете, что ли? Шоколадный там один чё-то лазит и ищет. А там что, смотрите? Я вооружён, не пытайтесь, видимо, не пытайтесь посягнуть, не пытайтесь посягать, стреляя, типа, без пердупреждения. И вот мы видим, что он в знак того, что не шутит, выстрелил в своего соседа из пушки и пробил ему здесь дыру на кухне. Когда началась эпидемия, мне было всего пять. Я плохо помню это время. Но мы жили в местечке вроде этого. А что ты помнишь? О, барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали толпы народа. Я до сих пор помню явственно, как пахло тогда. Странно. Негритёнку запомнилось, как пахнет еда. У меня есть пистолет. Ты воруешь, я стреляю. Учить английский язык методом чтения надписей в игре, кстати, я думаю, не самый худший вариант. Потому что, как правило, язык компьютерных игр сложнее, чем то, что пишут в учебниках по-английскому. Ай, блядь. К ним лучше не подходить. Это тебе не карантинная зона. Они одичали. Что за собачки? А, вот эти. Ну, у меня даже стрел нету. Вот если бы стрелы крафтились. Начнём. Ох, начнём. Давай начнём. Так, скорость перезарядки надо вот этому говнецу прокачать. Потому что вообще не просто... Просто мерзко. Долго целиться. Прицел давай качнём. Давно говорили, что надо. А, прицел второго уровня, это, наверное, бронебойный. Ёмкость, скорострельность, скорость перезарядки, скорость. Отдача, скорострельность, разброс. Ух, ерунда, давай отдачу. Скорострельность-то чего даст там? Главное, скорость перезарядки, наверное, прокачать. Скорость, ёмкость. Дальность. Ну, вроде нормально. Да, кстати, ещё у меня... Оптика. Оптика, да. Нравится. Батя скрафтил. Мастер ножа надо прокачать. Отражение атаки щелкуна ножом. Всё, мне щелкуны теперь не страшны. Ну что? Кто собаку бьёт? Ёп твою мать. Конечно, я. Там какие-то питбули. А, это и всё? А, чтобы приблизиться, нажмите икс. Охуенное приближение. Просто вообще. Я король оптики. Теперь просто вообще на три метра ближе стал целиться. Так, тут вообще какой-то игиловец чё-то накорябал на своём иранском языке. Ножница. Ножница это хорошо. Я теперь могу скрафтить. Нихуя не могу я скрафтить. Мне пороху надо. Опять детальки. Совочки, лопатки. Всё понятно. Камон, давай, давай. Быстрее лутай. Чёртов симулятор лута. Я видел, тут лестница на второй этаж была. Странно, что в одном месте столько домов и их можно обыскивать. Собачки. А с чего ты взял, что они одичалые? Вроде они играют. Одичали собаки. Так, ну чё тут? Нигде порошка-то не припрятали? О, запиписька. Кара, ты уже совсем взрослая, поэтому остаёшься за главную. Следи за братиком, пока меня нет. Ты за него отвечаешь. Я ухожу на несколько дней за едой и припасами. Если не вернусь через неделю, бери братика и иди в карантинную зону Питтсбург. Не открывай никому, кроме меня. Береги патроны. Если придётся выйти, двигайся тихо и быстро. Пользуйся тем, что тебя трудно заметить. До скорой встречи. Подписи забыли сделать. Кто писал, непонятно. Всё, тут нет ни хрена, пошли отсюда. Крайне малоимущий дом. Даже реально нету ни хрена. Ни хрена ценного. Наверное, кара всё с собой утащила. Быстро и незаметно. Надо было быструю и незаметную кару и отправлять за припасами. Так, это у нас чего? Это у нас ничего тут интересного нет. Лучше бы они вот эти дома как-то распределяли, чем вот ты идёшь. Целый уровень, ничего такого нет. А потом раз целых три дома обыскиваешь подряд. Лучше бы раз в пять минут дом попадался или в десять. Не знаю. Ну, либо один дом, но заваленный прям записками. Ну, давай ты, ёпти. Ну, тут как-то нету драмы. Не находишь повешенных. Ничего такого здесь нет. Записки тут. Не заперта дверь. Казалось бы, мелочь. Кто-то забыл запереть дверь и в лагерь ворвались чудовища. Мы перебили всех, кто проник внутрь и написали предупреждение снаружи. Со мной Сьюзан двое детей. Насколько я знаю, больше не выжил никто. Мне приходится силы удерживать Сьюзан, чтобы она не убежала туда, к трупам. Это слишком опасно. Её дети погибли, а я даже не знаю, что ей сказать. Я уже давно хочу сдаться, опустить руки и подчиниться воле обстоятельств. Но, может быть, что может быть легче. Но я не могу. Но это, видимо, Иш всё-таки написал, потому что его труп мы не нашли. Блядь. Ну, Иш, сука, всё выгреб. Всё уже спизжено до нас. Что-то её комиксы. Переносчик инфии. Господи, блядь, кто это вообще читал? Ну, жопа на обложке, ничего. Так, тут гантели, которые можно сбросить на собаку с второго этажа. Ну, функционал-то на такое не рассчитан. Во. О, и сейф. Ну, ты посмотри вообще. Так, а вот это я смогу скрафтить. Наконец-то я смогу сделать бомбу хоть одну. Может, сейф бомбой взорвётся. Нужна комбинация. Группа, наверное, ёптать. Халикандупс. И где же, мне интересно. А вот, наверное, комбинация. Тут всё рядом, по идее, должно лежать. 8, 27, 36, пиздец. Да. Трепиться. О, да ладно, две стрелы. Ничего, тут легалаз такой заседал. Странно, очень комб стоит, так на краю лестницы. Будешь там в танке играть, каточку сольёшь, начнёшь команду. Хуесосить, весь дом услышит. Мамка придёт, по губам нас даёт. Неправильно. Неправильно ты, дядя Фёдор, стол поставил. Так, всё, где выход? Эй, зацени. Дартс. Эй, Сэм. Где Дартс? Осторожней. Да, Дартс. Ну, ладно, я беру. Ну, давай посмотрим. О, чёрт. Все знают, ниггеры херово играют с Дартс. Давай покажи ему силу белого человека. Ух ты, да я талант. 11. Повезло. А вот и нет. Просто повезло. Заметьте, что чёрный ниггер кидает дротики только в чёрный цвет. Тьфу. Ужасно. Ну, ничего. Нет, вообще-то она попала в бонусную зону. Ты вчистую проиграла. Что значит, я проиграла? Это же явная ничья. Ага, ладно. Так, у неё 7 и 11, это 18, а у него 15. Ты чё, охренел шоколадный? Ты кого ещё наёбывать тут будешь? Ой, я тоже могу бросить дротик. Ёбаный позор. Пошли, пока никто не видел, а? Когда-нибудь дети смогут снова быть детьми. Я рад, что ты не отпустил пару шуток. Как насчёт этого броска. Ну да, всё равно обои не наши. Пойдём отсюда. Помню, когда раньше очень популярным дарт стал в России. Чё это было? Ты чё там мяукаешь? Вот. Все покупали эти дартсы всякие разные. Не у всех были кайфовые. У некоторых просто пенопластовое говно на нём чё-то нарисовано было. Бюджет-вариант стайл. Но самая большая проблема была, это куда вешать эту хрень. Чтобы дырки от промахов как бы мебель не портили. Не дырябили занавески, шторы. Тут были цикады. Чё ты взял? Да, похоже на то. А, они ходят, блядь, граффити рисуют. И как их искать? Я знаю одного человека. Это мой брат. Он был цикадой. Насколько я знаю, он в Вайоминге. Доберёмся туда, найдём его, а потом и цикад. Ну что, вы с нами? По-моему, отличник был. Ну мы же идём к вышке сначала. Там его друзья, этого негра. Чё ты его с нами-то зовёшь? Может, там он семью свою найдёт. Вайоминг вообще, мне кажется, это довольно большой город. Искать там твоего брата надо по конкретному адресу. Ой, блядь! Элли, высунься, пусть знает, что у нас дети. Может, это Иш? Учи-пучи. А, блядь! Пиздец полный. А хули он сразу-то выстрелил? Нак, это залупа какая-то. Это нечестно, блядь. Я думал, что главный герой спрятался за машиной, но он уверенно получил пиздоч. Блядь. Ну сейчас хоть чуть-чуть задел. Что-то дерьмом они его отвлекают. Опа-на. А это-то кто, твой друг? Вообще не понял, откуда смерть пришла. Там же стена. Пиздец какой-то. Пидорас. Сука, Боря Моисеев, блядь. Давай, заходи. Подойди за ударом, мразь. Пиздец снайпер заебывает. Опять он попал. У него снайперка, походу, получше моей. Да? А как насчет вот этого? Наконец-то оно пригодилось. Ну давай, перелезь через забор, сука. Да, блядь. Ну ты, сука, и дроченный ты, блядь, петух. Нужен был в этой игре этот момент? Отвечайте их. Более отсюда, козел. Отвечайте их. Блядь, издеваетесь, что ли? Не ожидал, что у тебя хватит яиц, блядь, высунуться все-таки. Пиздец, сколько их здесь. Я думаю, что имеет смысл просто дымовых накидать и бежать пизду отсюда. И далеко ли вы собрались? В Питтсбург? А чё? Спрятались и пластинки? Всё равно я вас вижу. Наверное, больно. А, блядь, какой ебанутый уровень, ну честно, говно. Вот, блядь, вообще, вот нахуй нужен был, непонятно, кому, зачем. Кому это нравится бегать здесь, блядь. Куда это мы собрались, такие красивые? Слева бомжи, спереди псих какой-то ёбаный. Да что ты, блядь. Ну? Чё он не стреляет? Спрятался за дом. Ты кому говоришь-то? Недалеко ли вы собрались? Отлично. Ещё один пропущенный. Как он из пистолета-то попадает? А где вы? Всё, нет патронов. Ну, камон. Отлично. Просто по красоте. Выходите, пора играть. Так иду я, иду. Раздавай пока, ёпта, колоду. Сука, смотрите, одни черномазые, блядь. Это даже странно. Это не друзья нашего шоколадного зайца часа? Так, ну чё где тут дверь-то? Сука. Я надеюсь, ты уже там смазал своё очко, потому что я тебе сейчас присуну однозначно. Жалко, тут нету автосейв, квик-сейв, кик-лоуд. Тут только литл-чекпоинты на каждом шагу. Я бы до твоего места уже бежал, чувак. Я бы уже, блядь, спасался бегством где-нибудь в Индии. Ты стоил мне аптечки. А я такого не прощаю. Он за закрытой дверью. Вот, сука. Я ожидал какого-то старого деда. А тут, смотри, молодой разбойник с ножом. Так, наши там бегут гуськом. Петляйте, петляйте. Так, я прострелил одному ногу, бегите. А этому я прострелил фильтр от противогаза. Давай, давай. Ай, хороша пушка. Прям барретт. Барретти, как там, правильно. Ай, без яичка, без правого теперь будешь жить. Или кого-то там шарахнуло. Держитесь. Заодно дома блутайте, потому что я-то там не мог пройти, а вот теперь я всё зачистил. А там лута просто до хера, по-моему. Бля, эта винтовка их вообще ваншотает. Куда бы ни поп... Ну как в War Thunder, куда же попадя одним ваншотом. Живучий ублюдок. Ого! Нет, 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 нет! А чё я должен делать-то? Не вернулись! Я пытаюсь им ствол критануть, чтобы хотя бы точность... На, Вачко! Странно, что они огневую точку из пулемёта не подавляют мою. Твою мать! Чувак такой сел подальше, думает, я его там не увижу. Ещё одному в задницу. О! Да ладно. За рулём никого нет, кстати. Это трансформер какой-то едет, видимо. Я попал в колесо-то? Это же у Хаммера колесо. А, вон. На, прикури! Блядь, а чё я должен был сделать? Успеть его вальнуть, когда он высовывается, практически невозможно. Он секунды там просто... Я тебе дам прикурить! Пиздец. Через окошко его не убить. Получи, твою мать! Ай, нравится! Сука, гори живьём, мразь. Чёрт! Вот это жесткач! Да. Ты в порядке, Сэм? Я в порядке. Может, сделать это сейчас? Спасибо, Джоэл. Или подождём, пока они нападут на нас первыми? Глянь сюда! Всё. Блядь. Разобрались. Опа! Случайно, пацаны! Пора валить! Вот так. Сэм! Генри! Куда бомжи-то понакинулись? Сэм! Ты молодцом! Я в порядке. По-моему, здорового покусили. Ты нормально всё? Пошли, пошли! Я мог спасти только одного, походу. Идём! Быстро, быстро, быстро! Как убрать прицел? Я не вижу нихуя. Семён, Семёныч. Чё же они раньше не прибежали, когда-то война шла. Блядь. Нет, 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 нет! Чё, баррикадируете? Да вам хули делать? Господи. Да, тут миниган нужен. А лучше огнемёт, наверное, какой-нибудь. Ты живой? Пока да. А ты думала, кто, блядь, вам помогал? Иисус? Ладно, пора уходить отсюда. Идём. Пошли. Да, полутал дома. На тебе, ёпта. Ха-ха-ха. Догонишь ты? Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два короля и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну да, на мотоцикле за... Сколько он там? 200 тысяч долларов минимал? Круто. Очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет, нет, Эли, Эли. Это тебе необычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревёт. С ума сойти. Ну, все, блядь, глохнут и называют тебя пидорасом. Это так круто. Мне это приснилось. Ясно. Ну, серия Южного парка про байкеров, come on. Похоже, никто из наших уже не придёт. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Да, ему похер, я думаю, он уже с Эли подружился и планирует ей. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. На шестнадцатилетие поставить свою чёрную свечку в тортик. В её нежный кексик. Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Тебя Генри прислал? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Заметьте, какой у негра взрослый голос. Видимо, он уже пожил, повидал, нахрип. Что-то случилось? Не, всё нормально. Хорошо. Смело я, ёпты. А чего ты боишься? Бабайка под диваном живёт. Боюсь, за ногу схватит, если высуну. Например, скорпионов. Да, они своими комбами зажимают, суки, ничего не сделать. Одиночество. В девятой части. Боюсь остаться одна. Одна против скорпиона. Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которые перестали их слушаться. О, боже мой. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу. А ещё... Они выглядят почти как люди. Но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю. Встретились с семьями и счастливы. Ну? Думаешь, это правда? Играют на арфах. В ансамбле. Я сама не знаю. В ансамбле райские ребята. То есть... Хочется верить. Не выходит? Типа того. Да. И у меня. О! Я чуть не забыла. Сейчас отдам. Вот. Если он не узнает, то и не отнимет. Вот твой. Оптимус Прайм. Ха-ха. Ладно. Я спать. До завтра. Я думаю, что ребёнок в этом жестоком мире играл бы скорее с пистолетом, нежели... Ну, с настоящим, с боевым, нежели с пластиковой игрушкой робота. В общем-то, он её и выбросил. О! И молчит. Вот, сука, чёрный партизан. Пахнет вкусно? Да, это Генри там уже превратился и воняет. Дал ему выспаться. А, Сэм. Хочешь с ним поболтать? Иди и разбуди. Не, иди сам с ним поболтай. Ну, его нахуй. Он уже, походу, блядь, там щелкуном, наверное, стал. Сэм? Чёрный придурок. Твою мать. Чёрт. Элли. Элли, ты цела? Угу. Господи. Сэм? Нет. Сэм. Генри. Элли, замри. Генри. Что я доделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм. Тише, тише, успокойся. Это всё ты. Тут никто не виноват. Это всё ты. Да, я его укусил. Ты дурак, блядь. Генри, нет. Оу. Господи. Вау. Да, не везёт чёрному в этой игре. Видят, бог им не везёт. А ещё говорят, Иисус был чёрным. Что-то. Хотя, да, ему тоже не повезло. Ах. Да, у этого взрослого негра, который мечтал о крутых мотоциклах, яичек немножко не хватило пережить эту трагедию. Значит, мы рядом с Джексон Сити. Слабака, боссаны. Обратите внимание, что у главного ребёнка дочку на руках, сука, застрелили, и он это пережил. Сложный вопрос. А этот шоколадный слабак не смог... Ты нервничаешь? Сам не знаю. Ладно, чуваки, дальше пойдём в следующей серии. Я, походу, уже теперь канадский лесоруб практически. Судя по клетчатой рубашке и бороде. Джексон Каунтри Каунти. Сник Ривер Трейл. Короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Да, это был не хреновый поворот в стиле Джорджа Мартина. Только в Игре Престолов обычно так главных героев в расход пускает. Но эта игра, видимо, решила не отставать. Что ж, ну, это немножко взбодрило даже. Ладно, пишите, жмите.